Субтитры сделал DimaTorzok Всем привет, ребят! Перед началом видео напоминаю, поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на канал, если вы этого еще не сделали, обязательно прожмите колокольчик стримы ежедневно и напишите под видео любой комментарий, это помогает видео выйти в рекомендованные. Спасибо большое! Ребят, всем привет! С вами TK на канале TK Spati. В связи с этим коронавирусом долбанутым из Китая, где там умерло очень много количеств людей, мы с вами играем в игрушку Plugin Inc. Это про распространение вируса, про его создание, разработку и да, это все как бы не по-настоящему, но примерно так оно, наверное, и происходит, кто-то где-то что-то эволюционирует и так далее, химических оружия бактериального тоже очень много и где-то кто-то пробирку разобьет и до свидания. Все это на самом деле настораживает, давайте с вами поиграем в эту игру, посмотрим ее механику. Я эту игру проходил еще, когда она была в стадии бета, там, легком тестировании, сейчас куча обновлений у этой игры, поиграем, заценим, погнали! Итак, ребят, соответственно, мы выбрали с вами максимальные опции, да, по, соответственно, игре. Теперь у нас есть, смотрите, какие режимы игры, тут есть и одиночная игра, и многопользовательская. В многопользовательской игре можно сыграть как против, так и за, то есть две инфекции борются, кто быстрее заразит мир, либо вы вместе заражаете мир, и тоже, опять же, кто быстрее убьет и заразит весь мир, тоже суть. То есть там вы поднимагаете, там вы можете против друг друга играть, то есть кого быстрее изучат, тот и проиграет, а когда вместе, вам как бы цель вместе быстрее заразить мир. Здесь множество режимов в однополистской игре, они сильно отличаются, то есть где-то инфекция быстро распространяется в другие страны, где-то нет. Чем дальше уровень, тем сложнее. В какой-то из стран надо вообще там всех как бы заразить вообще вирусом не зомбаков, а как они называются, вампирами. То есть каждый режим сам по себе известен, ну и интересен. Соответственно, после того, как вы пройдете на определенных режимах сложность игру, вам открываются новые опции. Есть простой, средний, сложный и крайне сложный. Для себя хочу сказать, что прохождение игры между простым и средним режимом сильно отличается, потому что в простом режиме, вот как вы видите, руки никто не моет, в среднем 67% населения моют руки. Если говорить про эмулятор планеты, то скорее это где-то средний режим. Значит, суть в чем игры. Вы выбираете, кем вы играете, вирус, грибок и так далее, там есть свои особенности по распространению и так далее. Что-то лучшее по воздуху распространить, чтобы вообще не распространиться, вам надо помогать распространяться к грибку в другие страны и так далее. Я сейчас играю за грибок. Скажу заранее, я только с четвертой версии этого грибка смог победить. После прохождения игры, ну так как я в нее достаточно сильно шарю, так как я у нее до этого играл, не сейчас, не на хайпе, а до этого проходил и вампиров и так далее. На простом уровне, в принципе, не сложно заразить большинство планеты. Основная сложность заключается в том, почему все проигрывают. Они очень быстро начинают симптомы развивать. У вируса-бактерий есть три вариации. Первая – это заразность, вторая – это тяжесть болезни и третья – это смертность. Соответственно, чем тяжелее тяжесть вашей болезни и смертность, тем быстрее от нее пытаются найти лекарства. В первую очередь, лайфхаки сейчас буду говорить. Первое – выбирайте страну с наибольшим количеством населения и с менее самую неразвитую. Если вы начнете, допустим, в США, вам сразу же надо тратить очки ДНК на противостояние антибиотикам, вот эти вот таблеточки. Есть ачивки, написано, что они делают. Внизу повышают параметры, какие вам нужны. Сначала вы повышаете заразность. Это вы повышаете в первой вкладке «Методы пути передачи». Там есть вода, там есть воздух, там есть животные и так далее. Соответственно, все зависит от того, какую вы страну выбрали. Если вы выбрали страну, допустим, Африки, да, ну какие самые распространенные для выбора страны? Это одна из стран Африки, любая густонаселенная. Китай, Индия. Что еще из таких серьезных стран? Ну, в принципе, наверное, все. Иногда бывают северные страны, выбирают, чтобы сразу север захватить. В этом сложности иногда бывает. Основная сложность в этой игре — всех заразить. Убить всех не проблема. То есть сначала вы делаете все ачивки, которые дают заразность, потом уже делаете тяжесть и смертность. Это дает вам буст, чтобы вас сразу не начали изучать. Сам геймплей состоит в том, что вы, когда новый стран заражается, должны нажать на этот кругляшок, и она заразится. Нажали на изобретение, вот этот вот флакончик, да, медленнее будут идти разработки вакцины. Как только вакцина изобретена, это крайне правый нижний угол, 100% ваша болезнь начинает излечивать. То есть люди излечаются, те, кого вы заразили. Вам надо же нажать «Изменя ДНК в ачивке». Это дорого. 20-45 ДНК стоит изменение ачивки. На 10-20% у вас, соответственно, убавляется вот это вот исследование, да, это вот левый нижний край сейчас. Соответственно, чтобы победить, нам надо сначала все человечество заразить. Проблема основная в островах. Вирусы и грибки, у них есть ачивки «Заразить страны». То есть когда у вас остается мало стран, вы берете и заражаете все эти страны с помощью этих ачивок. Там есть ачивка, у вируса есть ачивка «Заразить через самолет». Вы выбираете, какие страны вы заражаете через самолет, у кого есть самолет. Да, есть острова, где как бы есть пароходы, нет самолетов. Вот это самая сложность. Вот у грибка вот эти справа споры. То есть каждый спор это распространено на одну страну. Если вы убьете людей, не всех их заразив, то у вас переносчиков не будет. Понимаете? Если у вас смертность превышает заразность, то вы проиграете в эту игру. То есть 10 тысяч, миллион человек все равно останется. Вы убьете там 99% населения, но выживут люди в итоге. Цель игры – убить всех людей на планете, как от них стран звучит. И, соответственно, вот какие ачивки, еще раз я вам говорю, начинаете. В густонаселенной и бедной стране развиваете ачивки сразу же пути переноса. Все и животные и так далее. Потом развиваете сопротивляемость к холоду и к жаре, чтобы он быстрее развивался. Пытаетесь никого не убивать до момента заражения. Ну, 95% населения. Меняйте ДНК, когда начинают вас исследовать. И потом потихонечку, полномерно, начинаете исследовать симптомы. Ну, то есть варианты убивания населения. Вот вы видите, как я проиграл. Я не смог 2 или 3 острова убить. Вот, еще раз, кимплей заразные вирусы разнообразен. Если вам это видео зайдет, я, в принципе, готов... Я, в принципе, готов сделать еще видео. Там очень интересно. Я поиграл вчера, но не снял это, потому что не знал, что там и как. С многопользовательским интерфейсом. Там еще интересно. Там 2 вируса борются между собой, либо против друг друга. В общем, суть. Вот вы сейчас видите, вам надо всех заразить, и чтобы весь мир умер. Вот, я сейчас уже исследую симптомы, все они почти изучены, и я всех, как бы, убиваю. То есть никаких проблем в этом нет. Пройти игру на простой сложности легко, на средней, средней и так далее. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Текин, и канал Текинс. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok